Прям вот, знаете, сюда стоит приехать ради рынка. Я такого рынка нигде не видел. Белки и крысы. Ты думаешь, собака? Глянь, ест в дошнил. Наверное, это от бомб. Наш УАЗик стоит. Вот, и держись. Так, ну тут прям настоящий гость. Показать масштабы катастрофы. Мы приехали в город Сан-Ни-А. Из города Бхан-Сан-Ван. На вот этом автобусе. Ехали, выехали мы. 6 часов вечера. Сейчас 2 часа ночи. Мы только приехали и ехали 240 километров. Очень долго. Очень тяжелая была дорога. Был туман непросветный. Серпантин. Мы ехали по перевалам. Прямо на автобусной станции заселились вот такой гестхаус. Тут 2 кровати, на которых нет ни простыней, ничего. Ну, ладно, с этим мы как-нибудь справимся. Но у нас есть еще одна маленькая проблемка. Вот такой огромный паук. Кто-нибудь видел таких огромных пауков? Это просто монстр какой-то. И что-то спать с таким пауком совсем не хочется. Ой, он положит. Конечно, положит. Он не вводил сейчас. Что, он не ползает? Ага. Ой, блин, задавили что-то. Я его чуть-чуть за окон. Живой? Живой? Нет. Ну, раненый. Ну, он слегка ранен. Это не даст ему возможности прибылости назад. Находимся мы рядом с границей с Вьетнамом. Отсюда можно ехать прямо в Ханой, столицу Вьетнама. Ну, что-то я посмотрела, билеты дорогие на автобусы. Будем ложиться спать. Увидимся с вами завтра. И будем перемещаться на другой гестхаус. Ну, и дальше по Дариному плану. Мы проснулись и перемещаемся в другой гестхаус. На улице довольно-таки прохладно, ветер. И само местоположение этого города находится в горах. Кругом облака уже, висящие на горах. Ну, и достаточно прохладно. Гуд монинг. Гуд монинг. Гуд монинг. Гуд монинг. Хайю. 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 Файн, сэн ки. Гуд монинг. Гуд монинг. Гуд монинг. Хеллоу. 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 Классникам. Классникам. Серьезно. Кашляет. Передразнивает. Мы с Сашей заселились в Гистхаус. Буквально отошли от вокзала. 500 метров. С горы, правда, спустились. Зашли в самый первый, который на Мапс.Ми отмечен. И здесь за 600 рублей вот такая вот комната отличная. И вообще сам Гистхаус отличный. Есть горячая водичка. Можно чай, кофе пить. На Мапс.Ми у него очень высокий балл. Так. Туалет, душ. Нагреватель. Все есть. Поэтому мы не стали больше искать за 600 рублей. А остались сразу здесь. Зашли в кафе, заказали себе супчик. А тут на столе стоят бесплатные бананы. Ну, или мы так подумаем, что они бесплатные. А также тут бесплатный чай, что еще более радует. И прям чай такой, видно, черненький, хороший. О, супец. Красота, красота. Красиво. Перчиком пахнет. Наверное, она и кельмешки эти добавила. Выглядит как-то прям хорошо. Красиво, да? Хорошо, да. Достойно выглядит. Думаю, что это будет вкусно. А сейчас мы проверим, кто на что учился. Так, ну, а теперь высшая школа. Высшее образование, так сказать. Вот у Дарьи высшее образование. И она не умеет крутить палочки. А у Александра нет высшего образования. И он умеет крутить палочки. А да, дайте где. Он учился. Смотрите, что продают на рынке. Мертвых крыс. Что это, крысы? Белые. Какие-то крысы. Транцузская кухня. О, это барсу, глянь. Окровавленные барсуки. Что мы тут еще вкусненького нашли? Какие-то жучки. О, показывает. Это что? О, это какая-то прям гусеница, да? Это, да, это как дальше? Это скалопендра, да? Крыска, наверное, да? Крыса. Красота. Тоже жучки, песнячки. О, а это, наверное, тина в комок. Вот смотана, Даша. Это тина, наверное. Вот так вот, в комок смотана. О, лягушечки. Лягушечки, опять жучки. А это даже не белки, слушай, глянь. Это, наверное, белки. Белки и крысы. А тут уже прям жареные крысы. О, нельзя снимать? Хорошо, нельзя, ладно. Тогда тараканов поснимаем. Но я думаю, я успел заснять. А здесь мы видим обезглавленного петуха и расчлененную крысу. С ламонированным не смотреть. Саводи. Вот, хомячки еще лежат. Даша, ну давай, одного возьмем, попробуем для видео хотя бы. Это вот какие-то штучки, похожие на сливы, но они по весу, как шарик от подшипника. А мы где-то и наши водители, по-моему, с этим уехали вместе, да, по-моему? Да, по-моему. Цену мы узнали. Одна крыска стоит 20 тысяч кип. Где-то 150 рублей. Ракушки. Да, это уже лишь такой рыбный ряд ракушечек. Можно есть? Не знаю. Наверное. А как их оттуда выковыривать? А это мидии. Но мидии у нас в репах встречаются. Вообще красота. А можно я одну попробую взять? Подержи, даже попробуй. Они не кусаются? Ай, слезняк какой. Даже взять невозможно. Не удержит вообще. Еле держу, глядь. Ааа, выползает. Вообще не удержит, глядь. Ааа, глядь. Вообще, глядь. Такие. Я в этой рыбе. Тихо. Все, я не удержу. Есть в этой рыбе теперь. В другую сторону. Держу, 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 держу. Это, наверное, полудохлое, поэтому смог удержать. Мясные сосиси без холодильника. Вкусняшечки. Про мух я молчу. Помимо мух, на прилавках мяса можно еще встретить и птиц. Интересно, чья это голова? Коза, это, нет, что-то непонятно, это олененок, что ли, какой-то? Это что это? Собака. Ты думаешь, собака? Это док? Лавка, как? Мама. Му-му-му. Му-му. 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 Это, наверное, что делать вообще не представляю. Прям пару килограмм, наверное, весит. Еще довольно часто на рынке встречается вот такая вот штучка. Не знаю, что это такое. Корешок, может, какой-то. Вот он уже почищенный. Ну, мужик сегодня ел прям так. А они там вареное продавались уже, или жареное, да? Нет, он прям чистый вот такой и ел. Такое вареное. Нет. 10 тысяч, ван? Вот это вот. А сам си, ван, ван. Ван 10 тысяч? Да ну, что-то очень дорого. Или ван килограмм? Ван килограмм? Ван, ван. Не, ван, ну, вот маленькую какую-нибудь такую, нет? Мне вот такое вот. Вот. Ван. Ван, ван, ван. How much? Так, говорит, ешь. Что, попробуй? Можно? Можно ешь. Что это такое? Корень какого-то растения. Вкусный? Нет. Абсолютно безкусный. Да? Не знаю, его надо варить или так есть. Ну, лопух похожий опять на сырой. Как в детстве я ел, когда голодал. Все шутки. Как сейчас-то. Сейчас ты не владаешь, сейчас это. Ну да, я тоже попробую. А в конце, кстати, послевкусие ореха грецкого напоминает. Потом, когда пройдет. Я только ради желания. Какая моя лайф. Какие необычные бананы, как лимонные дольки, Саша сказал. Не лимонные дольки, а как лимончики вытянутые. Лимончики. И цвета такого, ядреного. Я таких, кстати, не видела еще. Квадратные. А на самом деле, путешествуя по Азии, сколько можно увидеть сортов бананов? Каких их только нет. Все это, конечно, хорошо, но и интересно. Единственное, что мне сейчас очень сильно воняет рыба и рука. Слышишь, вон, гляд, тоже какие бананы. Это похоже на манго. На манго похоже. Гляд, какой бананы огромный. Что уж такое стоит, гляд. Люди, кстати, вообще не говорят по-английски. Даже не знают слова how much. Сколько? Two, three, one. Keep. Ага, восемь тысяч. Ну да, они большие. Thank you. Каптай. Прям вот, знаете, сюда стоит приехать ради рынка. Я такого рынка нигде не видел. Очень такой, знаете, колоритный рынок. Чего здесь только не встретишь. От фруктов до крыс, белок и мертвых собак. Основной достопримечательностью этого города является вот такая пирамидальная статуя. Наверное, весь город можно обойти за час. Мы с Дашей походили по центральной улице, свернули чуть-чуть в частный сектор. Ну там, знаете, как похож на наш российский частный сектор. А сейчас мы находимся на, наверное, какой-то центральной площади. Ну тут все так симпатичненько, можно погулять. Вообще город в целом, городочек. Очень маленький городочек. В целом, очень приятный. Есть и колорит, есть и... Ну тут чисто, как будто такая европейская нотка, домики симпатичные. За весь день пребывания в этом городе мы встретили только одного белого туриста. Девушку, которая и проживает в нашем отеле. Больше здесь туристов нет. И люди здесь уже, знаете, так посматривают. То есть в других городах Лаоса, где мы были, там уже люди больше привыкли к туристам. И как-то не обращают на тебя внимания. Здесь уже чувствуются пристальные взгляды людей. Тут даже можно встретить стадион. Еще обратите внимание, что люди ходят в куртках. Они уже готовы к вечерней прохладе, потому что человеку будет холодно. Даже вчера в автобусе, в пуховиках люди ехали, закрытые. Хотя в автобусе было довольно тепло. Они закрыли все окна. Я читала, что здесь в Лаосе, они очень... Ну так как автобусы без кондиционера, очень часто на местных направлениях, то они открывают все окна. Еще они плюс любят плеваться. Все. И девочки, и мальчики плюются в окно. Прям харкают. Ну, мы вчера сразу попросили нашего соседа закрыть окно. Но я смотрю, позже все закрыли окна. В автобусе было тепло, комфортно. Сейчас посмотрим на ассортимент ночного рынка. Куриные лапки. Возможно, вот это маленькое мясо, это какие-нибудь лягушки. Это грибы. Длинные вот эти, вот белые. Это в сыром виде. А вот это приспособление специальное для отпугивания мух. Вот этот вентилятор. Сажда, они какие милые. Что это, соя? Ты представляешь, они все это разукрашивают. Я даже не знаю, что это. Это, наверное, тофу, может быть. Это тофу, можно спросить. И самые, конечно, на топ здесь это куриные лапки. Видели когда-нибудь такой способ приготовления яиц? Это яйца на углях. Какие-то бамбуковые трубы. Смотрите, что здесь внутри. Опа! Куриные лапки. А что еще есть? Сосиси. Может быть, даже это... Какие-то пельмешки. Яйца монстры. Может быть, это и не куриные, правда? Это на, знаешь, как на раскаленную сковородку с маслом кидаешь, они раздуваются и получаются чипсы. Сейчас мы сделаем осмотр, как выглядит стоматологический кабинет в Лаусе. В глухом городе, вдали от центра. Ну что, довольно-таки чисто, как у нас в России. Все красиво. Вот такую короночку на штифт, я так понимаю, стоит поставить 100 долларов, а мост стоит поставить 200 долларов. Вот такая в Лаусе медицина. А вот сколько стоит вылечить зуб, мы так и не узнали, потому что он вообще не говорит по-английски. И вот я не делаю, но он должен кинуть. Интересно, да, так делаем макет? Вообще классно. Зашли с Дарьей в одно из кафе. Очень шумно. Мы пойдем прогулять. Невозможно сидеть. Еще тот дядя подожди в Краоке. Взрыв мозга. Зашли с Дашей еще в одно кафе. Здесь есть аренда мотобайка. Автоматик стоит 300 тысяч кип. Полуавтомат стоит 250 тысяч кип. Две с половиной тысячи, две с половиной тысячи, да? Да. Когда смотришь день? Рублей? Да. Офигеть. Hello, my friend. Куда ты поехал? Кататься? Ну давай, всего хорошего тебе. Мы тоже в детстве катались на таких. Все лавки разбортировали во дворе. И сколотили из них тачанки. Повесили подшипники и друг друга вот так толкали. Не с горы, а так по прямой. Добрались мы до автобусной станции. Дарья покупает билетики на автобус. Сколько даже билетик стоит? 20 тысяч кип. Так. Хорошо. Хорошо. Всем до свидания. Мне будет вас не хватать. Хорошего вам путеследования. Всем до свидания. Всем пока. Приехали мы в этот замечательный город на вот таком шикарном автобусе. Кстати, не очень трясло, хотя дорога была очень извилистая. Но сам по себе асфальт был не сильно убитый. Не так, как мы сюда ехали ночью по серпантину и по убитой дороге. Я себе вчера шорты купил за 50 рублей. Адидас. Правда, они у меня немножко маловаты. Но за 50 рублей разносятся. Продолжение следует. Ребята, приехали мы на достопримечательность, которая называется катакомбы. Пещеры. Пещеры. Вход сюда стоит 60 кип с человека. Но это при условии, если вы будете брать гид. Гиды мы брать не будем, потому что по-английски мы практически ничего не понимаем. И нам это обходится дешевле. Без гида вход стоит 30 тысяч кип. Похоже на тюрьму, как в этом, в Иране. А что это за пещеры? Здесь бедные Лаосы во времена войны, Америки со Вьетнамом. Они здесь себе целый бункер сделали, целый дом. Это был, видишь, зал заседания. Опа. Наверное, это от бомб. Ага. Точно. Так, это, не знаю, это что-то похоже на подачу воздуха. Ну, скорее всего, да, потому что, вот она, турбина стоит. Или это сигнал об бомбардировке. А, воздух, 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 погнал. Но не дай воздух. Что это? Ты видишь слово на русском музыке? Да, написано «выход». Так что это наша конструкция. Везде русские свой след оставили. Молодцы. Хочу отметить, что большинство стен, новодел. Вот, свеженький цементик везде. Вот тут прям вообще отчетливо видно. То есть здесь все уже повываливалось. А вот здесь, кстати, ну тут темно, я думаю, не очень хорошо видно. Видите, вверху уже пробивались сталактиты. Вот это, в виде водопада. То есть, видимо, где-то известковая порода в горе и водой вымывала. И получился вот такой вот маленький водопадик. Год сооружения 1964-1973. УАЗ. Надо! УАЗ. 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 Russian car УАЗ. Ха-ха. Наш УАЗик стоит. Ржавый весь. УАЗ. Ушли с Дарьей с туристической тропы. Набрели в джунглях на какую-то пещеру. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Вот здесь хоть человеческие какие-то знаки. Саш, походи меня. Не страшно. Давай-давай, пошли. Корни везде. Куда ты валишь? Ха-ха-ха. Птица. 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 Вон она. Побежала. Птица. Схе-ха-ха. Кто тот, держи за меня. Как у меня вискребыхая? Смотри, туда еще проход вниз уходит. Леди, влаз какой. Вообще бесконечно, люди куда-то прямо в глубь уходят. И вот сюда еще на улицу выходит ласка. Там птички чирикуют, слышь. Там джунгли, да? Просто мы вышли в джунгли, да? Она упадет вместе с тобой. Не ломай бананы, Саш. Ты что, хочешь сломать что-то дерево? Ни-и. Мы покинули этот славный городишко. Пещеры нас не впечатлили, не воодушевили на съемку. И мы уезжаем. Причем мы прям буквально вернулись на то место, на которое мы приехали, где нас утром высадил автобус. И буквально через пять минут подъехал автобус, и мы едем обратно. Когда мы сели в автобус, водитель с нас взял 50 тысяч кип, хотя в ту сторону мы ехали за 40 тысяч кип. Мы когда сюда приехали, мы говорим, а как же так? Он говорит, не-не-не, у меня 25 тысяч человека. Но Даша говорит, нет, это непорядок, и непорядочно так делать. Говорит, давайте, возвращайте десятку. И он вернул. Ну, правда, с боем, с боем. Сначала ты с его попой поговорил, да? Да, он сейчас не обращал внимание, делал вид, что ничего не слышит, ничего не понимает. Но потом Даша вступила в бой. И тут ему уже некуда было деваться. Но сначала мы стали катаньем. Он никак. Потом Даша переключилась на нытье. Ну, не то, что прям до слез, но типа, ну как так, ну почему, что за беспредел. Нам на такси надо ехать, обобрали до нитки. Ну, и он вернул. Так что давайте, чтобы без дачи. Да без дачи. Сегодня мы с Дарьей покидаем город Самне, и впервые решили воспользоваться слип-басом в Азии. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такой у нас автобус. Зелененький, красивый, древний автобус. Ну, бог даст, доедем. Тут еще и развиваться надо. Кстати, из автобуса с сачками пованивай, ты чувствуешь? Тут грязно, как я. Папа, ты пойди, будь лодой. Да, я там. Кто, честно, так сделала? Воняет, да? Фу. Смотрите, что она делает. Даже не пропускает. А она сама головой машет и говорит, вон не моверная. Глянь, я затошнила, Даш, смотри. Это как будто бы не дойде. Что, думаешь, почки себе отобьемся, да? Так, ну тут прям настоящий поезд. Только еще и проход более узкий. Что там с нами лего дня, тут чужие. Ну как это будет увидеть, по ним посмотрим. Ну тут еще не одно место. А? Четыре места. С кем-то лежать, и они поедут. Давай нафиг сдавать билеты. Почему мы будем лежать с какими-то чуваками, получается, здесь? Не знаю, можно спросить. Тут 4, 4 people. 4 people. И они будут с другими сменами. А где-то, а там что? Все-таки мы с Дари умудрились высохнуть вот такое место на втором яросте на 2 персоны. Правда, мальчика сзади, который сидит, пришлось отсюда пересадить. Да, я думаю, ему особо без разницы. Ну как вот, все представляете, 4 человека будет лежать, это нечто. Ну они нормально, они позанимали, тут получается, двухспальные кровати, они каждый лег один на одну кровать. А мы вдвоем должны трясниться где-то там, не пойми где. Я понимаю, конечно, что мы пришли, может быть, позже. У нас, во-первых, места на билетах есть, на которых сидят другие люди. Да, да, там тетя уже давно лежит. Конечно, мы просто любят повезти 600 километров по серпантинам, ехать сзади. Мы уже в Индии раз брали места такие задние, это ужасно. А еще и четвером лежать с кем-то, это вдвойне ужасно. Так что будьте готовы к такому. Я, конечно, честно не ожидала, потому что билет стоит не так уж дешево, двести десять тысяч, это больше полторы тысячи рублей стоит один билет. И автобус такой. Ой, трясочка началась, ладно. В Индии были условия лучшие. Борьба с кондиционером. Скотч. И внутрь забили целлофан. Пакеты, которые нам должны туда коржить. В любое время, дня и дочи, Дарья выставляет фоточки в Инстаграм. Подписываемся на Дарья на Инстаграм, ставим лайки. Ссылка в описании. Ну что, ребят, хочу сказать, не обошлось без происшествий. И у нас пробка. Наверное, дорогу размыло или авария, потому что всю дорогу дождь был. Люди тут вот уже еду готовят. Организовали полевую кухню. Савади. Савади. Сэнки, сэнки. Мне тут дали фонарик посвятить масштабы произошедшего. Вообще, смотрите, дорогу полностью размыло. И вот грузовик хотел, видимо, объехать и прям провалился. Висит вот колесо. Сейчас я сейчас той стороны посвечу и принесу фонарик вам. Сейчас, разрешите пройти? Я посвечу сейчас с этой стороны. Вообще, сейчас надо показать масштабы катастрофы. Не знаю. Там высоко? Да я ж не буду ходить. Да, какого-то. Хорошо хоть не перевернулся. Вот так вот, ребята. Даш, ну исходя из этого, могу сказать, что мы здесь надолго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok